А сегодня мы поговорим о женском оргазме, о честном оргазме. Каким должен быть честный оргазм, вообще, что такое женский оргазм? Мы начнем с того, что влияет на сексуальность женщины. И я хотела бы задать вам вопрос, так как мне кажется, что можно с вами об этом побеседовать. Как вы считаете, что может влиять на сексуальные женщины? А что такое сексуальность? Ну, сексуальность, в таком широком смысле, это сексуальность включает в тебя влечение, сексуальные желания? Наверное, возможно, самовосприятие, если брать какие-то психологические моменты, ну и биологические, наверное, мы все разные. Какой-то уровень гормонов тоже может влиять на период цикла, например. Да. И я бы еще добавила, спасибо за ответ, я бы еще добавила, что и фобода, и настроение, ну, психоэмоциональные такие вещи, как, не знаю, пора ночевок или еще какие-то неприятности на работе, все это влияет на сексуальную женщину. Но, да. Еще там социально-культурные какие-то контексты. Да, социально-культурные, естественно, это так, как мы находимся в фемильском пространстве, это тоже влияет, потому что то, что там пишут в женских журналах или мужских журналах, какой должен быть женский оргазм, какая должна быть сексуальность женщины, и женщины это примеряем на себя, и поэтому это тоже очень влияет на саму сексуальность женскую. Так, я хотела сказать о том, что, на самом деле, вот, да, вот, уровень гормонов, уровень, ну, цикл и само восприятие – это да, но если хороший партнер по сексу, то, в принципе, ничего не должно вот этому мешать. Вот, но чтобы быть хорошим партнером, надо хоть что-то знать о женщинах, о женском оргазме. И начнем с того, что вот, с предположенного, что называют женской фригидностью, ну, то есть, что не оргазм, что вот, что не сексуальность для женщин, потому что существует такое понятие, как фригидность, на которое тоже женщины очень влияют, и это такое взывательное слово, потому что ты фригидный, потому что ты там, допустим, от моих рук, от моих поцеловек, у тебя нет оргазма, или там еще чего-то такого, вот, какое-то представление есть голову людей, вот, что есть, ну, что должен быть такой оргазм, а тебе этого нет, значит, и людей могут так обозвать, что он фригидный. И одна на шкале просто, которая сегодня не смогла прийти, она как раз меня просила передать, что в анонсе было написано, что там 70% могут испытывать оргазм при мастурбации, а остальные 30%, она говорит, что это её исключает, потому что она не испытывает никак. как анаргазмия, и говоришь, что среди её знакомых таких немало, и она, как бы, немножко расстроила её такая формулировка, 70 на 30, без учета тех, кто вообще не испытывает ни при каких обстоятельствах по какой-то причине. Ну, на самом деле, вот, не знаю, насколько это верная информация, но вот такая вот есть информация, что на самом деле, если говорить, ну, анаргазмия и фригидность – это разные вещи вообще, потому что фригидность – это когда женщина вообще, правильно, ни при каких обстоятельствах, никаким способом не может получать оргазм, сексуальное удовлетворение. Вот, а анаргазмия – это немножко по-другому, допустим, при мастурбации она получает, а в сексе она не получает удовлетворение. То есть это немножко по-другому, и это… и люди с фригидностью, они не пойдут к сексологу, или к психологу, или там, будут за консультацией. Пойдут люди с анаргазмией как раз, те, которые достаточно темпераментные, которые не получат удовлетворение секса и хотят его получать, и недовольны сексом. Вот, и поэтому они приходят к сексологу, да, анаргазмия, и работают над этой проблемой. Но это… анаргазмия – это не фригидность. Вот. Поэтому, на самом деле, с фригидностью женщины всего лишь… всего лишь… два процента. Вот реально с фригидностью – два процента. Анаргазмия может быть больше, потому что, как я говорила, уже есть такие темпераментные женщины, которые не получают удовлетворение, и вот они, похоже, входят вот в эти как раз проценты людей, которые обращаются к сексологу. Что такое вот эти два процента? Это два процента – это люди, у которых заболевания такие органические, с мочеполовой системы связанные, с спинным мозгом, с травмой головы. Вот эти два процента есть. То есть, это обязательно какое-то все логическое, какое-то не то, а сама фригидность – это уже как следствие этого. И как еще раз напоминаю, чтобы у людей не было такого комплекса в голове, что если ты не получаешь никакими способами, ни с помощью, я не знаю, своих фантазий, ни с помощью души, ни с помощью мастурбации, ни с помощью – может быть, она не все способы попробовала, ни с помощью стимуляции, с помощью фалоиментатора, еще есть такие игрушки в секс-шопах. Никаким способом она не получает, значит, да, может быть, она фригидна. Но это тоже нужно как бы устанавливать. Сексолог не она сама, не женщина. И вот такие самоопределения, вот эти вот комплексы по поводу этого, мне кажется, они достаточно деструктивны. Жалко, что она не пришла, можно было ей об этом рассказать. На чем мы остановимся дальше? Так, о причинах хроноэрказмии, это я сказала, поминала немножко, да? А, нет, все-таки надо все-таки по-подробному рассказать о причинах хроноэрказмии. Это в основном женщины, которые не знают свое тело. Ну, то есть, ну, не попробовали никакие, вот как я уже говорила, какие-то способы. Ну, не знают, не поняли. Не было такого вот… Были каких-то запретов в жизни, там, в какой-то семейности, родительской семье. Как говорят в психологии, что начинается с детства. Значит, и девушка, которая знает свое тело, ну, она понимает, от чего она может получить оргазм, но она не может отнести своему партнеру. Это очень сложно, это мега сложно. Это действительно как-то нужно позволить себе быть и что-то рассказать. Это как… Определенная степень доверия должна быть между партнерами, чтобы… Даже определенная степень доверия тоже может не сработать, потому что есть какое-то стеснение, опять же, тоже внутренние запреты, все прочее. И другая причина – это неправильные сексуальные привычки. Я немножко упомянула, вот, о наркозме, вот, может быть, это неправильные сексуальные привычки, потому что есть такая вещь, как вот мастурбация. Вот. И иногда девушка получает оргазм от, допустим… Она привыкла мастурбировать, там, под шум пылесоса, под шум воды или, там, с помощью какого-то фоломентатора. Фоломентатор… То есть, а ее партнер не может занять фоломентатор. И вот эта вот сексуальная привычка… Да, конечно, у нее там развивается сексуальность, она получает удовольствие, но вот эти неправильные сексуальные привычки, они приводят к тому, что в сексе, в реальном сексе, вот, получается, она оргазм не, она не получает оргазм. Она получает оргазм только с помощью вот этих вот неправильных сексуальных привычек. Ну, в основном это мастурбация. Просто некоторые мастурбируют даже с пылесосом или, там, я не знаю, с разными. Некоторым мастурбируют только… им нужна абсолютно тишина. И они… и вот это все вот эти привычки нужно как-то очень, очень аккуратно и очень деликатно, если даже партнерских отношений не состоим, это… нужно об этом их спросить, своего партнера, какие сексуальные привычки, это как… Вот потому что, ну, вот есть такие истории, что вот нужна просто тишина. Вот просто вот такая идеальная тишина. И все. А если нет идеальной тишины – это оргазм. Вот такой тоже, может быть. Это про наркозмы. Так, и еще, двигаясь дальше, я хотела бы упомянуть разницу между мужским и женским оргазмом. Потому что, так как мы делим… у нас бинарная система, мы делимся мужчин и женщин, есть и по полу, по половой признакам. И то, что наши ученые, какой оргазм у женщин, какой у мужчин. И… Так… То есть, то, что установили ученые, такие отличия, что размер вот самого вот оргазма, самой такой вот этой вспышки, он в пять или шесть раз больше у женщин, чем у мужчин. Вот так вот. И женский оргазм, он начинает там от кончика пальцев, ног и заканчивая макушкой. То есть, он охватывает все тело, в отличие от мужчин. Вот в этом отличие. И приток крови тоже у мужчин к органу малого таза в полтора-два раза больше у женщин. Ну, вот для информации у женщин в три раза больше. Ну, вот есть такие отличия. И вентиляция у таких тоже у мужчин в два раза, у женщин в шесть раз больше. И электрическая активность, тоже ее измеряли. И у мужчин она в два раза больше, а у женщин в три-четыре раза больше. Почему я об этом говорю? Потому что очень важно, когда у женщин есть оргазм. Вот. Потому что вот достигаются такие параметры. Женщина начинает, ну, она самая счастливая женщина, тот затворенный женщина. Секс вообще приносит достаточно много эмоций и удовлетворения в жизни. И вот поэтому можно узнать такие вещи, что это очень такая полезная вещь в нашей жизни. И еще я хотела рассказать о мифах, мифах об оргазме. Существуют такие мифы, которые, миф, первый миф по силу наш любимый Зигмунд Фрейд. Он определил, что существует, ну, так, белый, это миф Зигмунда Фрейда, Зигмунда Фрейда. Он определил, что существует клитеральный и вагинальный оргазм. На самом деле это не так. Потому что, ну, ученые установили, что женщины участвуют, независимо от стимуляции сексуальной, участвуют все органы. То есть все тело участвует. И это все равно, что вот можно сравнить, то есть, ну, нет, не существует клитерального или вагинального оргазма. Потому что он еще обидел женщин, когда он это определил. Как мы знаем, он сказал, что женщины, которые испытывают клитеральный оргазм, они, значит, как бы еще не до женщины. Они еще не достигли такого полного взрослого периода. И, ну, в общем, они остановились на пубиратном фазе. А те, у кого есть вагинальный оргазм, значит, они такие уже женщины, готовы к роли матери и жене. Вот еще вот он таким образом женщин разделил. Что я хочу сказать. Так как обучены определили, что независимо от стимуляции, то есть происходит все равно это. То есть один этот оргазм независимо от стимуляции. То есть его нельзя разделить на две фазы, там, клитеральный или вагинальный. То же самое, если сравнивать с мужчиной, сказать, что, допустим, вот от стимуляции яичек ты там не до мужчина, а от стимуляции пениса ты там полностью мужчина. Ну, это смешно. Ну, вот сейчас мы можем об этом посмеяться, но вот эта теория не выдержит. Проверка временем и проверка ученых. Так, второй миф – это миф, что… миф от сексуальных инструкторов. Ой, сейчас много появилось таких сексуальных инструкторов. Я так напишу «секс-инструктор». Они придумывают разные мифы. Эти секс-инструкторы, они говорят, что у женщин есть 48. Тоже они делятся как Фрейд, по стопам Фрейда. Вот, что, допустим, есть 48 оргазмов женщины, и там от стимуляции пяток, носа, шеи, там кончиков волос. В общем, мы придумали много всего, много существует мифов. Мы читали научные книги, вот, и не попадаться на уточку таким вот широтам. Третий миф – это наша любимая точка «Джинь». «Джинь». Все знают, что такое точка «Джинь»? «Джинь»? Все знают, да? Ну, чтобы знать, где точка «Джинь» надо немножко представлять половые органы женщины, да? И она находится у нас где? На передней стенке влагалища, на самом деле, когда, ну это надо нарисовать, наверное, все-таки, я думаю, рисовать-нарисовать, но все-таки я нарисую. Рисую-рисую. Это внутренняя, вагина, здесь у нас куриарта, здесь глидер, и это еще отверстия, анальные отверстия. И вот когда точка G у нас находится на передней стенке, если, допустим, если мы даем на эту переднюю стенку, на что мы даем, на какой орган? Мочевой пузырь. Мочевой пузырь, да. И, а мочевой пузырь, а недалеко от мочевого пузыря у нас находится самый-самый чувствительный орган – это клитор. И у клитора, как мы знаем, есть ножки, такие длинненькие ножки, он самочувствительный. И еще от клитора отходит, как это назвать, мышца, которая соприкасается, как раз уверен. И когда давят на внешнюю стенку влагающее, на переднюю стенку влагающее, мы даем на мочевой пузырь и в то же время даем на вот эту мышцу, которая относится к клитору. Вот, естественно, получать удовольствие, типа вот есть эта точка G, никто ее не видел. Но на самом деле, вот, да, так происходит, потому что самый чувствительный орган у женщины, мы потом отдельно про клитор поговорим, это клитор, и поэтому вот происходит вот такая вот действительно стимуляция, клитор надо стимулировать, и вот поэтому возник этот женив. Ну, это же получается не совсем тогда миф. Ну, точка же есть такая, просто это как бы механизм, она получается в том, что она связана с клитором. И более того, там такая, как бы, ну, какая-то штука там на стенке влагалища есть, которая не такого же, не такой же фактуры, как все это. Ну, да. Ну, вообще, влагалище, оно такое вот… Неоднородное. Ну, да, оно неоднородное, там все равно что-то, там что-то есть вообще. И оно, кстати, оно даже меняется с возрастом, там, со временем, в зависимости от цикла, и поэтому, ну, наверное, там что-то есть. Ну, просто какая-то конкретная там вот в этом месте подушечка, которая отличается от всего остального ландшафта, там есть. То есть, ты утверждаешь, что есть подушечка? Да. Что-то видел, что ее даже подушечку… Даже не видел. Да, сложно сделать. Да, можно делать ей разрез. Нет, ну, я ее нащупывала, мне кажется, она существует. Да. Ну, я говорю, как говорят ученые, поэтому, ну, можно верить во что угодно, хоть в макаронную там, фабрику или макаронную монстры, но вот ученые сказали, что вот это миф. И что… Ученые разные. Да, ученые бывают тоже разные, но вот последнее исследование показало, что вот они ошибались. Я тоже считала, что это миф, но, блин, мне кажется, это крайне не то, что миф, а объяснение механизма воздействия. Ну, зачем так вот, когда из-под выпадверта воздействует на клитр, хотя когда можно… Это можно просто прямую раздействовать на клитр, чтобы получить оргазм. Да, потому что это, получается, с под выпадверта, а вот эти вот большие, они очень-очень эрогенная зона, большие, малые волки. У всех по-разному уже. Да, у всех по-разному, но вообще, ну, естественно, все по-разному. Ну, я вот, например… Ну, вид, с под выпадверта как раз. С под выпадверта. Да. Ну, да, ну, в принципе, никто не «пожалуйста», но вот ученые решили, что это миф. Потому что проводились исследования и тоже… А что за исследования? Я пришла в МСУКВАНИ тогда, потому что… Хорошо, я просто читала. Я тоже читала, как хорошо. А, нет, даже… Надо, может, даже статью об этом писать. Да, интересно, потому что, видите, вот кто-то, ну, сказал, что вот есть такая точка жили, люди начали искать, они, естественно, нашли. Просто я тоже читал по этому вопросу и читал на английской Википедии. Ну, там, как бы, были ссылки, я, конечно, не сексолог, там, не знаю, насколько это авторитетные ссылки. Там высказывалась и такая точка зрения, что это миф с какими-то научными ссылками, и такая точка зрения, что это все-таки некий редуцированный аналог мужской предстательной железы. И, в общем-то, мне кажется, эта точка зрения более логична, поскольку эмбрионы в любом случае до трех, по-моему, месяцев развиваются как женские, и к этому времени уже все органы, вернее, все ткани, из которых потом разобьются все органы, они уже в эмбрионах формировались так, что, в принципе, у женщин и мужчин никаких кардинально разных органов быть не может. Просто они по-другому разные. Ну, все же ты имеешь в виду синякулярные железы, которые, они могут стать, когда эмбрион развивается, они могут стать мужским половым органом, а если у девушки, то они там остаются такими синякулярными железами, потом, похоже, о них поговорим. Ну, в принципе, вот про простату, с чем на них сравнивать синякулярные железы? Ну, вот с этой вот как раз точкой G. Ладно, отдельно тогда, может, нам надо отдельную тему про точку G, какую-то отдельную семью. И эксперименты проводить. Отдельные семья. Ну, эксперименты… О, да, Сережа. Как в анатомическом театре. Да. Если ты найдешь своих студентов, которые… По носу такому строю. Ну, вот мы пришли… Следующий миф – это как раз вот про женскую эмбрионацию, в которой участвуют как раз вот эти железы. И вот… Ну, в принципе, это миф много, но вот это основные. Это как раз фалькс, струненный оргазм. Такой… Кто-нибудь слышит про струненный оргазм? Да, оргазм. Струненный. Это четвертый миф. Струненный оргазм. Его очень называют женской эмбрионцией. Типа, вот, у мужчины есть эмбрионция, у женщины тоже есть. Когда женщина получает оргазм, у нее она эмбрионирует. Вот такой струненный оргазм. Вот это миф. Потому что, опять же, возвращаясь к нашей анатомии, пенис давит на мочеиспускательный канал. Но струя, получается, не похожа на мочу. Очень исследовали это. Но она все равно выходит из мочеиспускательного канала. Вагина не может выстрелить. Там нет никаких приспособлений, мышц, органов, чтобы выстрелить вот этой струей. Нет, но и свержение жидкости-то есть. И свержение есть. А что за жидкость? Но струйный оргазм – это как бы из вагины. При оргазме женщины из вагины уходит такая. И она струей выплескивается. Но вот скиневые железы, они как есть у женщины. Единственные железы, которые могут что-то… Но они там две-три капли. Они такой струйный. Струй могут что-то спускать на канал. Пенис дают, что спускать на канал. Каким-то образом… Вот это еще не исследовали. Очень много, конечно, тайных таких зон женщин. Может, мужские органы более исследованы. Не знаю, что… Но это из мочеиспускательного канала. Так что это? Это миф или это фактический? Это есть, да. Но это не из вагины. Это оргазм. Это действительно приоргазм. Так бывает. И ученые решили, что это слабые внутренние мышечные органы. Это может быть и после родов. Ну, вот есть такие случаи, что после родов, как раз вот такое начинается с оргазмом. Или когда слабые мышцы внутренних органов. Такое бывает. То есть это моча, судя? Ну, это не похоже на мочу по составу, но это выходит из мочи спускательного канала. А что же… Вот, пожалуйста, защищайте дипломные работы. Пишите исследования. Мне тоже интересно. Отлично. Ну, вот есть такая версия, что… Потому что, как я уже говорила, нетренированные мышцы. Ну, если это были нетренированные мышцы… И что, оснаживанные мышцы после родов? Тогда это было бы моча, а не… Да. Неизвестно что. Ну, да. А откуда берется их? Неизвестно что, неизвестно? Нет, нет. Была вот струнный оргазм… Вот почему мы… Потому что, типа, ваген выстрелил. Что такой оргазм, что ваген выстрелил вот эту историю. Ну, это не вагена. Потому что все это исследовали, это поняли, но не поняли, что… Вегаемся дальше. Да, это интересно. Больше всего. Да. Хорошо, я согласна. Так. А, блин, ну ладно. Потом уже все еще. Так. Теперь мы уже самому-самому-самому интересному пришли, подошли. Будем говорить про оргазм. Ну, тоже. Будет интересно услышать Ваше мнение. Можно я пока к первому вернусь? Да. Фригидность и энергогазмия я так и не поняла. Потому что мне казалось… Может, я, конечно, ошибаюсь, что фригидность – это отсутствие вообще какого-то ни было сексуального желания. То есть, ну, в принципе… Полная сексуальность. Да, да. Зачем это это сексуальность, собственно, отличается? У меня на этом пора. Да. Идея-то и есть, как бы… А энергогазмия – это как раз неспособность испытывать оргазм, но при этом… А сексуальность, да. Ну, значит, с энерогазмией мы сходимся во мнении, да? А с эффективностью сексуальность… Ну, а сексуальность, она… Это, может быть, еще… Ну, вот… Это, может быть, еще выбор на человека, сексуальность. Это, может быть, слабая… Это, может быть, слабая потенция в человеке, который отказывается… Это или как выбор, или как… или слабая потенция… А… И тоже это не фигильность совсем, сексуальность… Фигильность… Фигильность… То есть, если органически есть заболевание, малого таза, спины и головного мозга, то, естественно, не до каких-то сексуальных влечений… Ну, это только два процента… Так, а сексуальность… Ну, я спрашиваю тогда у людей про сексуальность… Потому что, вот, как я уже говорила, мне кажется, что сексуальность – это или выбор, или слабая потенция, но это не связано никак с фригидностью. Фригидность – это именно органические такие отношения. А сексуальность – это в какой-то степени такой психологический фактор, как выбор. Согласны со мной, нет? Есть какие-то мнения по этому вопросу? Так, продолжаем дальше. Мы приблизились к оргазму, наконец-то. Будем обсуждать оргазм. И я хотела бы спросить, какие критерии… Мы же говорим, какой должен быть… Ну, конечно, оргазм, непритворный, да? У нас, который задал эту тему. Каким может быть непритворный оргазм? Что можно делать, чтобы не притворяться? И вот это разберем эту тему. Почему люди притворяются? Как узнать это притворство? И какие притворные вещи оргазмы существуют? Ну, вот начнем, вот я вам расскажу, что это как крики, вздохи. Все, которые можно, ну, действительно, изобразить. Ну, как в корнофильме – крики, вздохи такие вот. Что еще можно изобразить? Как можно, ну, имитировать оргазм? Что еще женщины делают? На 14-й. Так, я бы сказала… Ну, да, можно закрыть глаза, закрыть глаза, их можно заправить. Типа… Все знают, что когда закрыты глаза, человек, там, разбужден… Только мужчины с открытыми глазами. Можно смочить, а женщины, кто-то закрытыми глазами. Давай. Закрывать глаза. Это можно найти. Давай. Конечно, да. Движение, так, вот еще движение. Вот такие, типа, вот… Типа, вот такая вот… Движение. И, типа, мимика, такая, может даже не сбразить. Не обязательно заплачьте в театральном училище. Там буквы. Да. Мимика. Это вещь, которую можно, ну, изобразить, Но есть вещи, которые совершенно невозможно, будь ты какой-нибудь народной артисткой, совершенно невозможно имитировать. Что это? Это то, что имитирует. Что нельзя сымитировать? Пульс. Пульс? Да, правильно, пульс. Правда, как мы это измерим? Это действительно пульс, учащенное сердцебиение. Я не представляю, но мы можем сметиться и говорить в докторах. В принципе, сейчас есть браслеты такие специальные, надеть во время секса на девушку браслет. Какой контроль. Да, контроль, и там на темпочке получить информацию. В этот час, в эту минуту, в эту секунду. Учащенный пульс. Может, она подержалась? Сказала, что с работы задержалась, а потом пульс поднялся. Бежала за автобусом. Девушка мокрая, смазка должна быть. Это нельзя имитирует вообще. Если не пользоваться изглубрегатом. Хорошим. А, который имитирует женскую смазку. Ну да, может быть. Ой. Прям все, прям не можно. Ну а при крови тоже вот набухает. Ливы. Клитер тоже может понадобиться больше. Украсть мини тоже, прям при крови. То половым органом и то без него больше. Опять же, это тоже можно опять-таки имитировать, поскольку если девушка была возбуждена, но не испытала оргазм, то прилип кровь как-то. Да. Не покопаешься. Да. Так. Ну, может быть. Электрическую проводимость, вы уже говорили, что она там вот зарастает. Ну, как это? Ну, вообще. Да. То есть, проводим. Проводим. Мы тоже как-то будем мерить. Мы можем использовать мышечные сокращения. Вот их вообще невозможно сомитировать. Тоже можно. Придумать способ, как можно сомитировать мышечные сокращения. Потому что при оргазме может быть имитация оргазма, да? Можно имитировать. мышечные сокращения. Нельзя в таком частоте. Женщины даже, если это будет тренироваться. Мужчины, ж вы знаете, в какой частоте они должны быть? Можно подчеркивать? А вот мужчина это понятно. Тот, кто один раз как-то испытал, это с такой частотой, в которой просто невозможно помытирать мышечные сокращения. мышечные сокращения и еще такой момент потому что когда когда что мне хочется даже прикосновения как-то кажется такими как даже нежелательными хочется там вокруг это какое-то какое-то количество времени если она там скакивает убегает и делать бутерброд или что это понятно что ничего не было если она убегает ванна может там если вы не пользуетесь презервативом тогда может быть она действительно есть причина она и так побежит если без презерватива то если она не хочет беременность она побежит ванна даже независимо от того что у нее там отходняк не отходняк потому что аборт это достаточно дорогой удовольствия не поможет то есть отходняк нельзя сомантирует потому что полное такое расслабление мышц лица и такой вот а еще я забыла сказать то есть она не такая вот как в порно фильме хобк разлет вы там все очень красиво ну просто хотят знать как по-настоящему мимика она такая не очень красивая то есть человек просто скрепляется или ее может получать удовольствие то есть это нужно смотреть скрепляется и достаточно красивое лицо а потом все расслабление отходняк такой нож разлабляется и хочет в какой-то время отдохнуть опять же мимика очень индивидуально у кого-то это вообще не должно при настоящем значит тебя имитировали были исследования вот сыновей параметры настоящего оргазма то есть имитация и настоящий оргазм который невозможный придется пульс мерить все уже не знаю я тоже поспорил спорить только мужчины хочу заметить да 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 ну ладно продолжай насчет мимики ну не знаю мне кажется все индивидуально может быть индивидуально но вот ученые говорят что мимика вот она вот смазка она индивидуальна пусть она индивидуальный нет это как раз все понятно при них крови она индивидуальная мышечное сокращение во влага еще она индивидуальная она с определенной частотой отходняк у всех отходняк и мимика тоже ну может поспорить конечно почему давайте подумать почему женщины не делают вот так вот ну это как раз и понятно почему ну потому что общество требует этого чтобы все получали оргазм если не получаешь оргазм то ты злоб да то ты фригидная да что ты такая-не такая какая-то если ты не получаешь оргазм значит ты какая-то не такая не та не та не та женщина не та не сексуальная там фригидная можно обозраться ну может быть женщина стала просто вот если она замужем допустим она там куча студентов дети там то есть готовку уборка а тот еще муж чего-то хочет ну ладно там можно симитировать допустим ну чтобы он побыстрее отстал а то так вот есть такие же мужчины пока не получают оргазм не отстанут вот и потому что у нас тоже как бы у мужчин тоже голове свои какие-то стереотипы которые навязаны журнала книгами что женщина неудовлетворенная а она значит злая значит будет у нее там истерики будет злиться и вот если она не будет оргазма и там не получишь все значит плохой секс плохой брак и конец брак ну это так же говорят если у меня плохой секс ты от меня уйдешь ну вот это такое слышали если ты плохой секс и они мужчины тоже есть какой-то страх и поэтому они вот так представляют женщину тоже пытаются ну кстати мужчины тоже имитируют оргазм тоже когда они устали тоже это совершенно сложно это заметить потому что допустим можно тоже это все изобразить вот коль мятов не было можно просто идти вот все случилось и пока а если это прозевать его то просто прозевать его куда-нибудь спрятаться под кровать чтоб никто не проверял вот мужчины тоже имитируют тоже по своим причинам это мы поняли так что еще хотела забыла анатомы мы разобрали а еще вот самое важное в женском оргазме ну технику оргазма технику секса или технику доведения женщины оргазма мы не будем проходить сегодня хотя это тоже интересная тема что важно еще в оргазме чтобы что нужно для женщин чтобы довести этот оргазм ну это как бы последнее это женщина она такое существо что она состоит из таких вот фаз ее сексуальность ее доведение оргазма что если в какой-то какая-то из цепочки что-то ну а то пропущено то уже все не будет этого не состоится по-разному вот значит это сексуальное увлечение то есть она должна думать что вы ей понравили сексуальное увлечение это какие-то ну какие-то несексуальные вещи которые тоже относятся к сексу это например ухаживание какая-то обстановка которая создает это сексуальное увлечение дальше цепочки возбуждение возбуждение оно тоже как бы оно может так происходить вообще ввиду мужчины вредны не знаю мало женщин которые возбуждаются когда есть такое мужское стрептиз существует но я мало знаю женщин которые возбуждаются от мужчин поэтому они возбуждаются от чего от мужчин зависит смотря какой мужчина ну да если любимо возбуждение если не взять на любение ну просто ну ладно то есть какие-то должны быть сексуальные вещи почему чтобы было это возбуждение или сексуальные вещи то есть если дальше в этой цепочке идет так самая база уже ну и об этом или такая репортурная то есть если нету возбуждения не будет дорогая сексуальность так это сейчас стоит женская сексуальность женская а мужчина разве не так достаточно просто разделся не ну значит я такой нет хватит кому-то хватит этого так что мне кажется это культурно ну ну естественно мы в зоне все культуры и культура и культура и культура и культура которые что еще ну анатолию разобрали я не знаю поняли ли все что самосексуальная а а а сексуальная зона находится снаружи женщины это плита это большие головы губы малые головы губы и вход в логовище то есть вообще в основном вот как установили ученые все эрогены зоны женщин находятся на британские может быть британские да ну да я понимаю что все на самом деле это на самом деле индивидуальное сексуальная женщина это общие вещи которые я сказала на самом деле и женщины они очень индивидуальны и оргазм тоже можно получать по-разному стимуляцию получать по-разному то есть нужно просто исследоваться женщины не мучить ее сильно но для того чтобы понять понять эрогенные зоны как достигать возбуждения потому что без возбуждения оргазма происходит нужно просто исследовать и мужчинам я бы настоятельно рекомендовала заняться клиторами потому что многие мужчины знают где он находится во всяком случае опять же те же британские ученые были что большую неграмотность в этом вопросе мужчин вот ну так то я рисовала схему говорила что некоторые даже не верят что он есть да есть такие во всяком мужском движении да 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 и что женского оргазма нет средства чтобы закабалить бедных несчастных мужчинам мне кажется проблема большая не в том что они не знают где клитор а в том что просто лень что-то делать ну да лень потому что не было такой заинтересованности но теперь у нас же заинтересованность мы же должны быть удовлетворены женщины я вот сейчас не про нас конкретно все говорю а про про ну вот я бы не сказала у них может есть заинтересованность просто ну там надо что-то делать они может не знают где клитор просто это же еще там надо что-то с ним поделать а зачем ну мне кажется основная проблема у мужчин это да да и в линии и в линии и в неграмотности да и ну клитор называют еще так маленьким фенисом почему там женщин те же ученые делать на две группы женщин которых очень чувствительный клитор очень очень чувствительным потому что клитор это очень очень окончания и я упоминала про ножки твиттера тоже могут быть индивидуально разного размера клитор тоже может находиться на разном расстоянии от влагалища мочеспускательного канала мочеспускательный канал вот головка клитра под капюшончиком находится под капюшоном половые губы большие потому что манья часто больше чем да 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 они могут быть больше для наши наши культуре так что вот если делать только форму пирожок а на самом деле наши вагины совершенно тоже индивидуально все разные и когда да и поэтому делает операции показывать только такие вагины которых только именно такие формы пирожка есть а сейчас другие они комплексуют чем отличаются женщины друг от друга и расстоянием клитра вагина и те которые чем ближе клитер к вагине тем больше повезло а тем поменьше но это не значит это тоже миф такой я считала что это миф это не миф это реальность даже существует история как женщина занялась поисками этого клитера потому что она была сексуальная удовлетворена одна баронессика и она не под своим именем потому что она знатного рода она писала научные работы она смирилась до женщин и с линейкой не поленилась написала работу потому что она не получала сексуальное удовлетворение она была темпераментная женщина у нее правда был латентный гоносексуальный муж но это потом как бы все выяснилось но она пыталась получить сексуальное удовлетворение от своих любовников тоже на это не смогла получить она работала как раз над этой проблемой над этим расстоянием клитора и на каком расстоянии находится клитор от вагины вот она нашла это она и потом другие подхватили это ее работа она жила во время фрейда она ее обсмеивали естественно не принимали но вот фрейда над фрейдом смеются над его мифами а ее работа она жива и как была до сих пор пользуется и повторили исследования другие ученые почему почему вот это важно расстояние потому что при каитосе, то есть при сексуальном, когда пенис забудет в агену, то частично захватывается клетан, вот. И те, которые матором близко, то идёт стимуляция этого кризора. А как это легко, то нужно по-другому как-то стимулировать. И какие-то определённые позы, многие говорят, что клитор соприкасается с мужским лавком и трёсся, а мужского лавок, там больше возбуждение. Вот именно потому, что как бы это стимулируется как клитор. Есть определённые сексуальные техники, где стимулируются клиторы, и женщина включает оргазм. Он не клиторальный, он просто оргазм. Клитор, что он уже не заканчивается, вот. Да, да, спасибо. У него есть ножки, называется, и он может, он обхватывает внешнюю половину, вот, но может быть тоже разные ножки, разные длины, и у клиторов тоже разные, на разном расстоянии находиться, и разного размера тоже. Да. Потому что в присутствии, что он такие большие есть клиторы, и превозбуждение становится тоже достаточно большим. Есть такие маленькие, которые надо ещё найти. Ну, я считаю, что для мужчин нужно постараться найти у женщины клитор, если они хотят удовлетворить свою женщину. Потому что это очень приятно, когда твоя женщина удовлетворена, счастлива в сексе. Хотя это тоже не факт, тоже не панацея. Я считаю, что нужно получать этот оргазм. Вот. Я хотела добавить, что вот многие женщины просто недостаточно, ну, может быть, не сильно темпераментные, может быть, просто сил каких-то печей тоже своих, это отдельная тема, они достаточно просто хорошего секса. Вот. И чем чаще мы занимаемся сексом, чем чаще мы тренируемся в этом, это как вот, как в любом деле, тем у нас быстрее наступает оргазм, кстати. Потому что у нас есть такие, такая вещь, как запоминание, такое интересное запоминание, или на уровне такие мозговые функции, что мы запоминаем, и при определенном возбуждении мы уже как бы все быстрее достигаем. Вот. С девушкой, которая только началась у сегодня жить, будет подольше, но потом, если в этом тренироваться, то будет все быстрее. Да, это, кстати, про быстроту, к чему я говорю, потому что мужской оргазм быстрее, чем женский. И чтобы как-то эти фазы совпадали, нужно, чтобы мужчина чуть-чуть замедлился, а женщина стала быстрее, убыстрилась. И для этого нужно, ну, для быстрее нужно немножко тренироваться. тренироваться. Да, еще, чтобы быть счастливой и удовлетворенной в сексе, чтобы все мышцы работали. Мышцы малого таза можно заниматься спортом, даже рекомендуется, потому что тренируется мышцы малого таза. это такие вещи, как фитнес помогает, способствует капоэра, бег, йога, кушу. Ну да, кушу и еще несколько видов спорта, которым полезно заниматься. Ну, это все. И если есть какие-то вопросы, есть? Ну, вообще есть. Ну, вот я хотела спросить, так ли уж отлична мужская сексуальность от женской, так ли уж отлична от этого самого мужского оргазма, от этого самого женского оргазма. Потому что вот вы говорили, опять же, что женский оргазм охватывает все тело. Но, опять же, мой собственный опыт говорит, что мой оргазм тоже охватывает все тело. Я, конечно, не могу сравнивать его интенсивность, и никто, наверное, не может. Вот. Ну, я тоже не помню, в чем измеряется интенсивность. Да. Ну, это, по-моему, чисто субъективные ощущения, вот как их измерить. Ну, не помню, как-нибудь в МРТ можно это сделать. Ну, допустим, даже... Ну, электромагии тоже проводили, вот я говорила об этом исследовании, что... Вот. Опять же, мой собственный опыт говорит о том, что сексуальность – это такая штука, которую можно культивировать и очень даже хорошо. Тем более, что вы еще не упомянули о такой важном отличии сексуальности, что женщины могут испытывать несколько оргазмов подряд. Вот. И, собственно, считается, что мужчины не могут этого делать. Но, опять же, есть довольно сложные техники, благодаря которым мужчины могут тоже испытывать множество оргазмов, когда он гораздо интенсивнее, дольше и охватывает. – Вот, мне кажется, это, скорее, другая тема про мужской оргазм. – Да. Я просто скажу, что... Господи, ты меня сбила. – Извини. – Какая-то у меня мысль была. Забыл. – Может, это я тогда отвечу на этот вопрос? – Да. – Ну, в принципе, можно, конечно, мериться не только пенисами, можно и логенами, и пенисом. – Да. – Как мне кажется сказать? Ну, как же это действительно обидно звучит? Ну, что же такое-то? А женщины в старых ролях, а тут все у них лучше с оргазмом оказывается. Ну, обидно, да, Сережа. Я понимаю. Когда сексуализируем. – Нет, просто... Мой опыт говорит о том, что сексуальность гораздо более разнообразная, и она гораздо более... Она, с одной стороны, более похожая, как в потенциале, с другой стороны, она более разнообразная в индивидуальных вариациях. – Согласна. – И да, вспомнил, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что не только женский оргазм в в каком-то смысле сконструирован культурой, каким он должен быть, но и мужской оргазм тоже, потому что... – Мужчины тоже страдают. – Не, мужчины не страдают. Мужчины как бы... Патриархатная культура от них требует такого именно грубого секса, который заключается только в проникновении. Если действительно начинать быстрое проникновение, то оргазм действительно наступает быстро, он слабый, короткий, вялый и так далее. Если, так сказать, проводить какой-то более чувственный секс, то оргазм, соответственно, и у мужчины будет сильнее, и он большую будет часть тела охватывать. Вот. – Ну, я... – Опять же, я только из своего опыта говорю, я по сексологии немного работаю. – Я согласна, что все индивидуально, на самом деле. Насчет вот этих множественных мужских оргазмов. Я в этом не слышала, я не интересовалась мужскими оргазмами. Но тоже нужно осторожнее читать все-таки более научные книги, а не каких-нибудь... А то можно попасться на этот книг, про который я говорила, секс-тренеров, которые там обещают женщинам 48 видов оргазма, а мужчинам, может быть, там тоже 225 видов оргазма. Поэтому нужно вот осторожно с этой информацией. Но я ничего не могу сказать про мужскую оргазму. Можно ли это тренировать? Было бы здорово. Но я не считаю, что вот мы сильно прям уши такие разные. – Да, я тоже ровно это хотел сказать. – Ну просто вот есть такие параметры физиологические, вот они их измерили, решили вот так вот у женщины. Но мы не знаем там, как в реальном голове какого-то конкретного мужчины, какой у него там оргазм или какой конкретный оргазм у женщины. – Просто есть такой миф, что вот у женщины такая сексуальность, а у мужчин абсолютно другая, вот что женщина там с Венера, мужчины с Марса и так далее. – Ну это да. И по поводу вот оргазма, ну вот патриархальной культуры, вот я вспомнила просто, что такая была существовала практика. Там женщины несколько столетий назад, у них была такая школа для леди, и где они учились не показывать свой оргазм. Вот тем женщинам, тем немногочисленным женщинам, которым было слово, что в которых плитер находится в локалище, вот, и что нужно сделать, там, может быть, закусить губу, или там что-то сделать, какое-то недовольное лицо. Вот леди не должна показывать, что ей нравится. – Викторианская англая. – Да, 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 да. Вот и она не должна это показывать, она не должна это никакими… И, в общем, мы сейчас стелимся по ней, женские оргазмы, как бы это работать, как нам его достичь, а вот они вот работали в школе леди, как сделать так, чтобы никто об этом не узнал. И... 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 И...